Благодарю Господь за церковь дорогую, за слово, что звучит для малых и больших, За милость до небес, за истину святую, прими благодарение из слабых уст моих. Ты в церкви учишь и нет школы ей подобной, в ней постигаю смысл. Я истин неземных всем сердцем быть хочу, учеником способным понять и проявить Твою любовь, Твою любовь, Твою любовь в делах своих. Благодарю Господь за новое рожденье, нигде не будь, а в церкви избранной Твоей. И хоть вокруг бушуют ветры лжеучений, недорог узкий путь, и с каждым днем родней. Ты в церкви учишь и нет школы ей подобной, в ней постигаю смысл. Я истин неземных всем сердцем быть хочу, учеником способным понять и проявить Твою любовь, Твою любовь, Твою любовь в делах своих. Благодарю Господь за искренних собраний, за тихие часы в кругу родной семьи, За то, что есть кому в моем переживании, Смиренно вознести к Тебе мольбы свои. Ты в церкви учишь и нет школы ей подобной, в ней постигаю смысл. Я истин неземных всем сердцем быть хочу, учеником способным понять и проявить Твою любовь, Твою любовь, Твою любовь в делах своих. Твоя душа моя, предвечного дворца, во святости его, Квои душа царя, на поле буду жить, надеясь на тебя. Говори, душа моя, царя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мне сегодня хотелось бы обратить наше внимание на несколько мест Священного Писания и поговорить о вере. И я бы так назвал слово, которым хотел бы поделиться, «Твоя вера идет через огонь». Дорогие друзья, мы все с вами получаем веру. Когда мы проходим подготовку к водному крещению, мы очень четко знаем, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И мы заучиваем это место, отвечаем его, и мы этому очень рады, что мы ответили на вопрос. И многие из нас знают, что вера приходит через слово, вера приходит через молитву, через живое общение с Богом, через наставление в вере, в церкви. Но мы все понимаем еще и дальше, а может быть, должны это понимать, что наша вера, она не только пришла в наше сердце, и все, она теперь у нас есть, она непоколебима. Это вера достаточная, но слово Божие обращает наше внимание, что вера наша должна быть испытана. Что-то от нее должно отсеяться, и я так скажу, что-то к ней должно еще и прилепиться. И от нее, я так скажу, должно отсеяться все плотское, все, что не славит Господа. Потому что мы знаем, что есть печальный случай, и Слово Божие говорит нам об этом, что человек может иметь веру и порой что-то делать по этой вере, но чего-то другого не иметь. И эта вера не служит к созиданию в его жизни. И что же нам необходимо иметь, чем укрепляется наша вера, я хотел бы обратить наше внимание на несколько мест Священного Писания. Начну с того, что я сказал в начале, это в первом послании Петра, в первой главе, седьмой стих, говорит нам такие слова. Первая Петра, первая глава, седьмой стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего, хотя и огнем, испытываемого золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Слово Божие открывает нам эту истину, что вера должна пройти через огонь. Она должна быть испытана и стать драгоценнее всего, что на этой земле может считаться драгоценным. И Слово Божие говорит нам еще такие слова в первом послании Тимофея, в первой главе также, в первом послании Тимофея, первая глава, восемнадцатый и девятнадцатый стих. Наша вера чем-то укрепляется. И апостол Павел Тимофею пишет такие слова. «Прибодаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и что-то еще». Правильно. «И добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Человек думает, он имеет веру, это достаточно для служения Богу. Он имеет веру, он верит в Бога, он верит в Богу, он верит, что Бог может что-то делать, он с верой обращается и что-то просит у него. Но если вторая составляющая в его жизни отпадает, Писание говорит, он потерпит кораблекрушение в вере. Если у человека ушла добрая совесть, нередко мы слышим такие высказывания, что совесть, она, как знаете, имеет такое свойство, она может есть или грызть, да, съедать даже может. Почему это происходит? А потому что через совесть идет суд на нашу жизнь. И Бог с чем-то несогласен нашей жизни, начиная через нашу совесть, нам сигнализировать, что ты и я что-то не то делаем. Если человек отвергает свою совесть, притупляет ее, перестает ее слушать, она ему напоминает раз, два, три может быть, а может быть и больше у Бога великое долготерпение, к счастью нашему. Но если человек это отвергает, она притупляется. И человек приходит к такому состоянию, когда ему другие говорят, он говорит, а я не вижу в себе этого. Вы что говорите? Да я нормальный христианин, я нормальный верующий. Я не как тот грешник падший, я нормально, все нормально, что вы приписываете мне? И так далее, и так далее. Да я сам знаю, что делать. Человек пошел, попал в большую проблему. Он притупил свою совесть. И Слово Божие говорит нам, чтобы этого не произошло, чтобы нам не потерпеть с вами кораблекрушение в вере, Писание говорит, нужно иметь веру и добрую совесть. Как нам определить эту добрую совесть? Я хочу сказать, что тут много есть критериев, как определяется наша добрая совесть. Я только один момент скажу. Она определяется тем, так скажем, состоянием внутренним, которым мы имеем удовлетворение в духе. Когда мы пребываем вообще не с Богом, понимаем, что мы делаем правильно и угождаем Ему. Или мы этого не имеем. И другая сторона, добрая совесть, она видна со стороны. Она видна нашим окружающим. И они могут об этом свидетельствовать. Или говорить обратное, что что-то мы в тебе не видим, христианство. Или мы в тебе не видим того, что мы видели, может быть, раньше. И так далее, и так далее. То есть наша совесть чем-то проверяется. Мы на этом долго не будем останавливаться. Другое место священного писания, послание апостола Иакова. Говорит нам такие слова. Вторая глава Иакова, 8 стих. Он в какой-то мере пересекается с этим. Но здесь написано так. Извиняюсь, не 8 стих, а 18. Иакова 2 глава, 18 стих. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. Как можно веру без дел показать? Ну, никак ты ее не покажешь. Ты хоть что с ней делай, ты ее не покажешь никак. Ты можешь о ней только говорить, что у тебя она есть. Но когда есть дела, они могут свидетельствовать о вере человека. Очень простой пример. Может быть, мы его часто слышим, но очень простой. Он быстро нас приведет в порядок. Приходит какая-то нужда. Ну, разная нужда. Когда у нас нужда, хочется, чтобы все помогли, правда? Ну, хочется же, да? Когда мне плохо. Я помню, как-то один раз я очень сильно заболел уже очень-очень давно. Ну, было очень такое тяжелое физическое состояние. Я неделю не мог никак подняться. И вот знаете, какая мысль была? Ну, кто-нибудь обо мне вспомнит? А хочется. И вспомнит. Там две сестры пришли. Я до сих пор помню этот случай. Это живая вера. Это истинная вера. И когда у кого-то какая-то проблема, если мое сердце никак на это не отзывается, это вера на словах. Вера, она чуткая. Вера, она действенность, если она живая вера. И когда человеку плохо, или какая-то нужда, или какая-то потребность, я не смогу сидеть спокойно. Мы вчера были на водном крещении. И такая очень мысль, ну, часто проговаривалась о том, чтобы мы имели стремление служить Богу. И это стремление не теряли. И вот стремление к добрым делам у человека должно быть. Если он это стремление потерял, у него проблема с верой. У него проблема с верой. Вера его начинает умирать. Если у человека нет стремления служить Богу, если у человека нет стремления быть отзывчивым на чью-то проблему или нужду, рожать кулачок и отдать Богу, и отдать ближнему, если у него это не происходит, а кулачок сильнее сжимается, это говорит, что у него вера начала умирать. Писание говорит, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу веру свою из дел моих. Об этом пишет Иаков. Другое место священного Писания говорит нам, что вера, она укрепляется наставлением. Евреям 3 глава с 10 по 14 стих написаны там такие слова. «Посему я вознегодовал на онный род и сказал непрестанно, заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гниве моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья мои, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И Слово Божие обращает наше внимание, что вера наша может укрепляться наставлением. Вот, дорогие друзья, мы живем сегодня в такое время, когда наставления тяжело принимаются. Тяжело принимаются детьми наставления. Так бывает от родителей. И в моей семье, ничего в этом, я думаю, такого тайного нет, в моей семье есть дети, или, можно сказать, такой возраст определенный, когда я вижу, что они наставления просто не хотят принимать. Они считают, что они уже выросли, они уже взрослые, они сами знают, что делать, они способны к различным решениям. И наставления им, кажется, они уже устаревшие, родители. Сколько летом уже? А вот. Они не знают уже, мы молодые, модные, мы все знаем уже, все наперед. А вот. И хотя современные технологии бегут вперед, но истина, она не меняется тысячелетиями. Вот это незыблемо. Технологии, да, но по технологиям мудрость не меряется. Меряется в познании в Боге. И проходит какое-то время, конечно, мы как родители все за это молимся, и что-то в их сердцах происходит, знаете, я называю это взрослением. Вот. И дети начинают прислушиваться. Ага, не всегда, оказывается, родители неправы. Оказывается, в их словах что-то есть для нас. Это одна сторона. Другая сторона, знаете, Писание говорит, каждый день наставляйте друг друга. Вот как мы относимся к тому, если кто-то нам, ну хорошо, ладно, с кафедры, еще не так, да? А то некоторые так говорят, что он прям говорил сегодня про меня. Наверное, последний мой разговор с ним привел к тому, что сегодня он говорит обо мне. Да нет, конечно. Это просто Бог стучится в твое и мое сердце сегодня. Он говорит к тебе и ко мне. Независимо от того, с кем ты раньше разговаривал на эту тему, Бог сегодня стучит в твое сердце и хочет, чтобы ты его открыл. Сегодня вначале мы слышали такое слово, да? Чтобы мы были открыты, чтобы был постоянный доступ, чтобы Бог мог во всякое время войти в нашем сердце, навести порядок. Это одна сторона, другая сторона. Если кто-то к нам лично подошел, это всегда очень больно на самом деле, почему-то нам тяжело это переносить. Кто-то подошел, говорит, дорогой брат или сестра, у меня такая просьба, вот это надо в твоей жизни поправить, или вот это вот убрать, что-то решить вопрос какой-то с одеждой и так далее. Обычно реакция такая немножко. Почему ко мне? А что других нету больше? А что, я одна такая? Или я один такой? А почему так? А почему все на меня только смотрят? Вот такая у нас возникает реакция. Писание говорит нам, что через наставление укрепляется наша вера. Если я так воспринимаю, ну горе мне, ну горе мне, если я в этом состоянии остаюсь. И другая сторона, да, бывает, может быть, кто-то сначала попыхтит, а потом скажет, ну правда же, ну правда же, это во мне есть, слава Богу, достучался Господь, достучался, и есть возможность человеку исправиться, и его вера через это будет укрепляться. И Слово Божие говорит нам еще такие слова. Первое послание фессалоникийцам. В первом послании фессалоникийцам, пятая глава, восьмой стих, говорит нам так. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения. Писание говорит нам, что вера еще укрепляется и любовью. Вера укрепляется любовью. И Слово Божие неоднократно нам говорит, что без любви вера тоже не имеет той силы, не имеет той способности. Когда человек может иметь веру, но может почему-то идти по чьим-то головам, не замечать кого-то, или в какой-то мере превозноситься над с кем-то, когда человек имеет любовь в совокупности с этой верой, это мощное действие Духа Святого, потому что написано, Бог укрепляет веру нашу, любовью, Духом Святым. Укрепляет. И когда человек имеет две этих составляющих, имеет веру, имеет любовь, это сильнейшее действие в этом мире. И когда мы с вами живем, движемся, кому-то проповедуем, или, может быть, своей жизнью показываем христианство, вот эти две составляющие меняют образ окружающего мира вокруг нас. Дорогие друзья, у меня такое желание помолиться об этом. Я не хочу сказать, что во мне все это есть. Я говорю это не потому, что во мне все это есть, а потому, что мы к этому должны стремиться. Каждый из нас. Каждый из нас. Я думаю, что нет здесь совершенных людей. Если совершенными мы были бы, мы бы, как енох, взялись бы от земли. Но мы стремимся к совершенству. И это самое главное. Когда человек не сдается в пути, хотя не все получается. Хотя сегодня мы, может, в себе чего-то доброго не видим, а больше видим негативного. Но я хочу сказать, не останавливайся. Иди вперед. Бог это очень ценит. Когда человек не останавливается, но поднимается и идет, и меняется его жизнь. И она обязательно поменяется. Она обязательно будет возрастать, возрастать вера в его жизни. Она меняться будет его жизнь. Тогда, когда человек не останавливается на достигнутом пути. Давайте мы об этом помолимся, чтобы нам с вами иметь добрую совесть. Чтобы вера наша укреплялась делами. Чтобы мы спокойно воспринимали те наставления, которые Бог говорит нам через различные обстоятельства людей. И чтобы наша вера укреплялась любовью. И вставший будем. Открой глаза мои, чтоб я Пузырел в небесных тайн лучей, Чудесный ключ Свой мне вручи, Чтоб на свободу Вышел я. Молча не жду, О, дай ответ, И волю мне Твою Открой, Открой глаза, Пошли Твой Свет, О, Дух Святой, Открой мне Слух, Чтоб Слышал Я Глаголы Истины Твоей При Звуках Вечной Правды Зло Умолкнет Шум Земли Кричей Молча Не жду, Явись Не сам И Правду Вечную Открой Открой мне Слух Твои Слова Открой Святой Открой Уста Мои Чтоб Я Твою Бог Правду Возвещать Открой Мне Сердце Чтоб Всегда Милость Потоком Благодать Молча Не жду Приди Скорей Источник Силы Мне Открой Открой Мне Сердце Будь Во Мне О Дух Святой Аминь Слава Нашему Господу Иисусу Христу Который Прошел Этот Путь На Голгофу Пострадал За наши Грехи И Пролил кровь Свою Чтобы мы С вами Сегодня Жили Вот Этой Святой Праведной Жизнью Которой Бог Хочет Чтобы Каждый Человек Жил И Первый Брат Сказал Такие Поучительные Вещи О которых Мы Часто Помышляем И думаем Но не Всегда Можем Дать Оценку И Оценку Правильно И Очень Много Вопросов Накапливается Которые Нужно Иметь Ответ И Мы Ищем И Порой Не Находим В Священном Писании Все Ответы Есть Они У Бога Есть Для Каждого Из нас И Кто Может Дать Ответ Сегодня Здесь На Земле И Брать Уже Напомнили Что Церковь Иисуса Христа Она Имеет Эти Ответ Если Церковь Иисуса Христа Сегодня Здесь На этом Месте Созидается Духом Святым И Если Каждый Очень Вниматель То Бог Обязательно Вкладывает Индивидуально В каждого В зависимости От того Как Человек К этому Настроен И Жизнь Наша Она Преподносит Часто Такие Сюрпризы Которые Мы Не Ожидаем И У Нас Невольно Появляются Вопросы И Я Скажу У Верующих Тоже Очень Часто Появляются Вопросы Такие Которые Порой И Тоже Уделяются Почему Мы Не Можем Дать Ответ Но Священное Писание Все Это Есть Знаете Я Вот В Это Лето Я Такой Маленький Опыт Приобрел Многодетной Семьи Как Дедушка Уже Хотя Я Сам Тоже У Нас Четверо Было В семье Детей И Если Посмотреть Знаете У меня Такой Вопрос Интересный Появился Я Наблюдал За Детьми Думаю Интересно Им Дела Нет Они Вот Бумажка Упадет Они Топчутся Им До Ни Дела Нет Могут И Играть В такой Грязной Комнате И Они Еще Больше Ее Сделают Грязной Их Устраивает У них Другие Интересы У них Другие Интересы И Другие Вопросы И Порой Кажется Они Даже Смешными Думаешь Что Спрашивает Что Задает Что Его Интересует Знаете Ну Или Они Или Я Уже Дедушка И Вы Знаете В нашей Жизни Мы Живем Точно Так же В Духовной Жизни Если Коснуться Есть Вопросы Касаются Нашей Жизни Лично Я Недавно Испытал Такой Момент Когда Так Получилось Что Я просто Задумался Тоже И думаю Интересно Ведь Может Всякое Случиться И Неожиданно Для меня Для Любых Членов И Моей Семьи То есть У меня Появился Вопрос Я Так Думаю Что Бог Обязательно Имеет Эти Ответы Но Внимательно Ли Мы Слушаем И Обращаемся К Господу Отвечает Он Хочет Ответить Но Готово Ли Наше Сердце И И Иисус Христос Когда Пришел В этот Мир Знаете Он В принципе Он отвечал На эти Вопросы И Если Мы Читаем Один Пример Из Евангелия От Луки 13 Глава Я Сначала Почитаю С 1 По 5 Иисус Христос Здесь Говорит О таких Вещах Которые Нас Может быть Мало Беспокоят Мы Иногда Может быть Задумаемся Нас Больше Беспокоит Вот Как Эту жизнь Прожить Нам И Сохранить Ее Нам Нравится Жизнь Бог Так Усмотрел Нам Мы Привыкаем К ней И нам Расставаться Не каждому Это охота Я думаю Если не всем А расстаться Все равно С этой землей Придется И Бог Приготовил Для человека Для нашей Души Жить Вечно То есть Он не Ограничил Нашу жизнь Существованием Здесь на земле 70-80 лет Как написано При большей крепости Но он Дает Возможность Человеку Жить Вечно Вместе С ним И вот К сожалению Этот вопрос Не всегда Люди Понимают Открывается Для них Беспокоит Более Вот этот Момент Нашей 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 жизни Здесь на земле Всем Хочется Жить И это Понятно Это Естественно Но Иисус Когда был На земле Он показывает Другую Сторону Что есть Другая Жизнь Она намного Важнее И события Которые происходят Здесь 13 главе От Луки Показывают Это Что Насколько Человек Может ошибаться В различном Понимании Своем Понимании Этих Вопросов Смотрите Я читаю С первого стиха В это время Пришли некоторые И рассказали ему О галилеянах Которых Кровь Пилат Смешал С жертвами Их Иисус Сказал им На это Думаете Ли вы Что эти Галилеяне Были грешнее Всех Галилеян Что так Пострадали Вот Смотрите Как удивительно Похоже На сегодняшнюю Жизнь И наши Такие же Вопросы Людей Которым Мы обращаемся Говорим Об Иисусе Христе И нас Самих Тоже Нет Говорю Вам Но если Не покаетесь Все Так же Погибнете Интересно Такое Замечание Казалось бы Про что он Говорит Если Не покаетесь То все Так же Погибнете Или Думаете Ли что Те 18 Человек На которых Упала Башня Силаамская И побила Их виновни Были Всех Живущих В Иерусалиме Нет Говорю Вам Но если Не покаетесь Все Так же Погибнете Вот Дважды Христот Делает Акцент На Такие Слова Если Не покаетесь Все Так же Погибнете О чем Он Говорит И Мы Понимаем Что Не все Сразу Становится Понятно Тем не Менее Вы знаете Из этого Можно Излечь Свои Свои Уроки И Мы Пытаемся Излечь И Один Из Уроков Стоит В том Что Как Истолковывать Вот эти Злодеяния И Несчастные Случаи Которые В нашей Жизни Происходят А Происходят Они У всех И Когда Это Подходит У Нас Вопрос Как Это Понять И Люди Говорят А где Ваш Бог А Когда С Верующим Случается Они Говорят Почему Он Тебе Не Помог Почему Он Тебе Не Спасает Где Твой Бог Но У нас И Понимание Разное Верующий Ему Бог Открывает Почему Это Происходит Потому Что Он Верующий Вера Позволяет Как Брат Говорил Она Позволяет Познать Те Тайны Которые Неверующим Не Открыты А Эти Тайны Здесь Слове Божьем И Если Человек Верит В Это Слово Божье Они Открываются Духом Святым Сегодня Бог Это Дает И Поэтому Как Истолковывать Эти Злодеяния А Это Неверующие Люди Они Говорят Если У нас Даже Люди Так Привыкли Говорить Что Вот Почему Бог Хороших Забирает А Плохие Остаются И Они Думают А Где Справедливость Вообще Ну где Справедливость Почему Касается Хороших Людей Смерть И Они Уходят Почему Грешники Наглые Обозленные Живут И Их Обходит Страной Порой Но Вы знаете Христос Говорит Что Это Ошибочное Понимание Они Делают Вывод Неверующие То Что Раз Несправедливости То Бога Нет Но Христос Показывает Что Это Понимание Ошибочное И Если Люди Думают Что Если Что-то С Человеком Случилось То О Какой Грешник И Они Делают Вывод Что Этот Человек Грешил До Пары До Времени У него Были Скрытые Грехи Ну Не Видно Было Грешил И Грешил Какие-то А Когда Уже Проявилось И Вывод Что О Бог Открыл Уже Стало Человеком Он Может Судиться С Народом Страну Наказывать Вы Помните Израильский Народ Он Им Говорит В седьмой Год Земля Должна Отдыхать Они Нет Как мы Будем Мы Будем Что Он Сделал Урок Воспитательный Такого На 70 Лет Их Плен Отправил Земля Отдыхала 70 Лет Вместо Одного Года Через 7 Вы Понимаете Поэтому Бог Может Судиться Но знаете Это Какое-то Временное Такое Моменты Жизни Людей Чтобы Человек Какой-то Сделал Вывод Чтобы Народы Сделали Вывод И Поэтому Бог Не желает Наказывать Но Хоть Чтобы Все Спаслись Вы Знаете Все Мы Разные У нас Много Разных Индивидуальностей Мы По-разному Поступаем По-разному Мыслим Но Если Вот Эти Различия Которые В человеке Есть Они Всего Лишь Количественны Каждый Из Нас Никто Не Соответствует Стандартным Божьим То Что Бог Требует То Что Хочет От Человека Мы Все Не Соответствуем Мы Все Грешники Но Благодаря Иисусу Христу Мы Стали Праведными Благодаря Его Крови Пролитой На Кресте Голговском Он Нам Дал Свои Одежды Белые Незапятнанные Наша Праведность Как Запятнанная Одежда Как Запачканная Одежда И поэтому Мы Должны Помнить Что Все Мы Грешники Мы Вся Наша Жизнь Она Исполнена Нечестией Правдой Если Вспомнить Как Кто Жил Если Я Свою Буду Приводить Жизнь Пример Вы знаете Это Действительно Все Так И Есть Поэтому Мы Должны Помнить Что Все Мы Грешники И Любой Человек Действительно Не Отвечает Никаким Требованиям Божьим Вы Знаете Удивительно Не то Что Бог Допускает Вот Такое Наказание То Что Касается Некоторые Проблемы Появляются Беды Касаются Семьи Удивительно Не то Что Бог Допускает Это До Человека А я Вот Сюда Размышляю Думаю Удивительно То Что Знаете Среди Вот Этого То Что Сегодня В мире Происходит Террора Насилие Страх Людей Одолевает Я уж не говорю О болезни Посмотришь Думаешь Как ты вообще Живешь еще Почему Тебя не касается Знаете Это милость Божия Это не моя заслуга И мы ничем Не отличаемся С других Которые уже ушли В вечность И Конечно же Получается Что Очень интересно Как среди такого То что творится В мире Находятся люди Которых Это все Обходит Стороной Которых Не касается Порой Они еще Они еще живут Они славят Бога Они превозносят Имя Его Святое Слава Господу Потому что Сегодня Бог Дает такую милость Спасаться И вот Когда встает Вопрос о душе То это Самое ценное Самое важное Это необходимое Для человека Но Христос Пока написано Что дважды Предупреждает Если не покаетесь Все так же погибнете И Не обязательно От Какой-то Беды Не обязательно От какого-то Несчастного Случа Но Обязательно И навечно От гнева Божия Бог Это не только Любовь Гнев Божий Пребывает На тех людях Которые Устраняются От истины Которые не хотят В любом случае Подошли Два Человека И они Совершенно У них Другого Вероисповедания И чтобы Что-то Не нагнетать И знаете Время Заре не тратить Я им сразу Сказал Кто я И что я Поэтому Я их благословил А они Почему-то Не уходят И вызывают Меня на это Я уже знаю Их не стиль Обычно Как они Поступают Это уже Наверное Встреча Десята С такими людьми Ну раз Они вызывают Мне пришлось С ними Побеседовать А потом Они уже Не знали Как уйти Потому что Вы знаете Я в разговоре В этом Я только Об одном подумал Думаю Как я благодарен Богу Как я благодарен Церкви Которая Меня воспитала И я Знаете Я вам скажу Только одно Что я увидел Как все просто И ясно То что нам Бог открывает Все просто И куда Какую ложь Порой несут люди Я им чисто Как по отцовски Знаете Хотя один тоже был Так в возрасте Второй очень молодой Был Знаете Я сказал Вы с этим не шутите Это вещи серьезные Знаете Вы подумайте Если вы не будете Проповедовать Иисуса Христа Как Господа То у вас тоже Могут быть проблемы Я думаю Особенно молодого Знаете Такой настороженный вид И вы знаете Это очень важно Кого вы проповедуете Кого вы исповедуете Через свою веру Если сегодня Мы не исповедуем Иисуса Христа Как Господа И вот брат говорил И делами Да И наша жизнь Она подтверждает Кому мы служим Пред кем преклоняемся Поэтому это очень важно Сегодня И Чтобы понять Все вот это Необходимо конечно же Знаете Прочитать дальше Вторую часть Это тут буквально Несколько стихов И мы с вами поймем Что Иисус Христос Имел в виду Когда говорил им Эти слова То есть это тоже Очередной такой урок Который мы можем сделать Шестого стиха Я читаю Тринадцатая глава От Луки И сказал сию притчу Год срубишь Срубишь ее Больше захватывает Зло Зло Они исполнены Этого зла У меня был момент Когда я должен был Обозлиться Но я понять не могу Почему Никак не могу Разозлиться И потом понял Что Ну на данный момент Просто нет Этой злобы А я понимаю Что вроде Надо бы разозлиться И Бог сегодня Хочет чтобы Мы с вами Проносили добрый И вот здесь Садовник Это Тот Иисус Христос Который хочет Он знает Как сделать так Чтобы дерево Принесло плод Он знает Как нас спасать Поэтому он пришел И трудится Над нашими сердцами Чтобы мы Смогли спастись Чтобы это зло Не завладело нами Но чтобы мы Были преисполнены Добра и благодарности Богу За то что каждый день Бог нам дает И мы с вами живы Еще видим и слышим И ходим И благодарим Бога За это Слава нашему Господу Нельзя рассчитывать Что ожидания Будет Продлиться вечно Очень долго Написано что Еще один год Я копаю Обложу Сделаю все Необходимое Чтобы это дерево Принесло плод Вы знаете Если вот смотреть Как Бог с нами Трудится Как Он с нами О нас заботится Как Он производит Вот этот труд Перевоплощения Из нас грешников Святых людей Слава Господу Вот брат говорил Стремиться к совершенству То что и делает Бог Бог с нами И если мы податливые В нас Мы преобразуемся В Его образ В образ Иисуса Христа И мы становимся Добрыми людьми Наши побуждения Только добрые дела И цель наша Она Как раз Делать все доброе Слава нашему Господу И если вот Вот это все Рассматривать Конечно же Мы можем сделать Такой вывод Знаете И если Если нет Угодных Богу плодов То Бог С этим Мириться Вечно Не будет Есть определенный Какой-то срок Который Бог отпускает Каждому человеку И если человек Вот вы понимаете Почему Иисус говорил А если не покаетесь То все так же Погибнете Этого человека Настигнет гнев Божий Он будет судим И он Будет В аду Вот это слово Не каждый Решается Часто употреблять Да его и не нужно Но говорить об этом Нужно Напоминать нужно Чтобы не погибли Но спаслись Поэтому Иисус Христос Для этого пришел Для этого и говорил Он отвечал нам На эти вопросы Которые у нас Появляются Которые накапливаются А кто их решать будет Бог Помогает нам Их решать Помогает нам Правильно подойти К этим моментам И правильно сделать выводы Поэтому мы сегодня Обращаемся К Иисусу Христу И чтобы он нам Дал эти ответы И Если мы вспомним Иоанн приходил И говорил Секира При корне деревь Лежит То есть она уже лежит И готова Чтобы срубить И когда Иисус Пришел к народу Своему Те его не приняли Свои не приняли его Тогда Бог Отдает приказ Срубить Все три года С половиной Служения Иисуса Христа На земле Иисус Доносил волю Своего Отца Чтобы они четко Поняли Кто пришел И для чего пришел Но по упорству Их сердца Они собирают гнев себе На день суда И не хотят Поверить В Иисуса Христа Конкретно Вот почему я этим людям Говорю Если не будете Проповедовать Иисуса Христа Погибнете Они его даже За Господа Не считают Поэтому Насколько важно Все вот это понимать И Если бы не садовник Как написано В этой притче А что он сделал Он стал посредине Он вступился За нас Не срубай Окопаю Обложу навозом А вдруг все-таки Вы знаете Есть надежда Что каждый из нас Все-таки Принесет добрый плод Есть надежда Что мы с вами Действительно Будем отображать Христа Не только своим Внешним видом Но своей жизнью И поэтому Тот кто внимательный Конечно Он будет стараться Если бы он не вступился Конечно Все бы погибли Но у нас Еще есть время Есть время Понять Опомниться Если кто еще не понял Что Чем дело может завершиться То конечно же Очень жаль Что человек Не прилагает Сегодня старания Сегодня все Даны условия Бог сегодня Все дал необходимости Необходимое Для жизни благочестия И Второе Петра Написаны Такие слова Третья глава С 9 по 12 Написано Не медлит Господь Исполнением Обетования Как некоторые Почитают То медлением Но долго терпит Нас Не желая Чтобы кто погиб Но чтобы все Пришли к покаянию Придет же день Господень Как тать ночью И тогда небеса С шумом Придут Стихии же Развергнувшись Разрушится Земля И все дела На ней сгорят Если так Ясен Он уже Ясен Уже приказ Вот он Срубить Но если бы Не Иисус Христос Вы знаете Действительно Мы бы уже Гнев Божий Нас уже постигал бы И кто бы где был Поэтому Мое желание Знаете такое Помолиться Помолиться И поблагодарить Бога За то что Сегодня Священное Писание Нас предупреждает Поэтому Мы вот этой Отсрочкой Получается что Современники Христа И мы тоже Наша жизнь Она взята Взаймы Вот если кто В долг жил Он знает Что это такое Долг Который надо отдавать И поэтому Наша жизнь Она взята Взаймы А благодаря кому Отсрочку Дал нам Христос Он вступился Он встал И предлагает Сегодня Подумать И решить Этот вопрос Слава Господу Я благодарю Бога А для чего Он это делает Это чтобы У людей Осталась еще Возможность Спокаяться Обратиться Господу И спастись Поэтому Если вы знаете Вот Я хочу сказать Что если на этом месте Есть человек Который еще не решил Этот вопрос Вам все не предлагается Выйти сюда И сказать Господи прости Прости Я неправильно понимал И думал Но сегодня Ты показываешь Что время Еще есть Раз ты пришел Сюда В церковь Бог Тебе еще Отпускает Какой-то шанс Спастись Слава нашему Господу Поэтому Если есть желающие Вы можете выйти Мы за тобой Молиться И Давайте Склоним колени С вами Обратимся Господу И поблагодарим За то Что он Сегодня Своим святым Открывает И на белых облаках За небесной своей С высоты лучезарных небес Чтобы взять от земли Всех, кто верит и ждет За кого пострадал он и воскрес И на белых облаках Позабыв печаль и страх Будем новую песню мы петь Там, где грусти места нет Где сияет вечный свет Где на каждый вопрос Найду я ответ Вот идет царь царей Чтобы стало теплей На земле, где морозы царят Всякий жаждущий пей В воду правды святой Время к Богу идти Вдруг мой не стой И на белых облаках Позабыв печаль и страх Будем новую песню мы петь Там, где грусти места нет Где сияет вечный свет Где на каждый вопрос Найду я ответ КОНЕЦ Вот стоит царь царей Возле каждых дверей Тихо в сердце твое он стучит Иисуса впусти Он поймет все, прости Он готов твое горе нести И на белых облаках Позабыв печаль и страх Будем новую песню мы петь Там, где грусти места нет Где сияет вечный свет Где на каждый вопрос Найду я ответ И на белых облаках Позабыв печаль и страх Будем новую песню мы петь Там, где грусти места нет Где сияет вечный свет Где на каждый вопрос Найду я ответ Слушай, кругом раздается Скоро уж скоро приду Кто на призыв отзовется Скажет спаситель и друг На зло сосуде имеешь, мой друг Чтобы светильник в душе не потух Если же он не горит Гибель тебе, друг, грозит Гибель тебе, друг, грозит Девы душой засыпали Спали беспечно в тиши Голос когда услыхали Сон улетел из души Видят светильники Их не горят Дайте нам масло Они говорят Масло купить пять пошли Мудрые ж в небо вошли Добрый Иисус призывает Друг мой любимый не спи Двери Христос открывает Бодрость у духа просить Скоро спаситель за нами придет Пусть нас готовыми в мире найдет Радость покой тот найдет В небо с крестом кто войдет Радость покой тот найдет Радость покой тот найдет В небо с крестом кто войдет Скажем слава нашему Господу Мне хотелось бы сегодня обратиться к Слову Божьему И зачитать первое место Священного Писания Это Откровение 3 глава Двадцатый стих сказано так Се стою у двери и стучу Если кто услышит Голос мой и отворит дверь Войду к нему и буду вечерять с ним И он со мною И еще два места Священных Писаний Это послание Коринфянам Второе послание Коринфянам Третья глава с первого стиха Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас Как для некоторых одобрительные письма К вам или от вас? Вы наше письмо написано на сердцах наших Узнаваемо и читаемо всеми человеками Вы показываете собой Что вы письмо Христово через служение наше Написано не чернилами, но Духом Бога Живого Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа Не потому, чтобы мы сами способны были Помыслить что-то от себя, как бы от себя Но способность наша от Бога Он дал нам способность быть служителями Нового Завета Не буквы, но Духа Потому что буквы убивают, а Дух же творит И пропущу чуть-чуть дальше И с 17 стиха это же глава и дальше Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода Мы же открытым лицем, как в зеркале Взирая на славу Господню, преображаясь Тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа Посему, имея по милости Божией Такое служение мы не унываем Но отвергнув скрытые постыдные дела Не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие Открывая истину Представляем себя совести всякого человека Пред Богом И 6 стих Потому что Бог, повелевавший из тьмы Воссиять свету Озарил наши сердца Дабы просветить нас Познанием славы Божией В лице Иисуса Христа Я столкнулся с одной такой проблемой один раз Меня попросили один магазин обслуживать А до меня холодильщик работал И чтобы ему не делать холодильную витрину очень хорошо Он взял и поднял температуру всего лишь на 2 градуса Он взял, где хранится охлажденное мясо Вместо 0,2 поставил 2,4 И мне звонят, Дима, у нас мясо не хранится, оно тухнет Я говорю, ну как, в холодильнике, чтобы мясо тухло Когда я приехал, я посмотрел Просто этот холодильщик исказил температуру всего лишь, представьте Всего лишь 2 градуса И покупатель, приходя, думает, что свежее мясо, охлажденное мясо Его, ну как бы, хорошо не надо размораживать Приготовлять для того, чтобы оно там пожарить Взял, купил и сразу же пожарил Всего лишь 2 градуса Слово Божие говорит в откровении Но как ты тепл и не горяч и не холоден То извергну тебя из уст моих Вот это Слово Божие я читал Представьте, вы приходите в магазин И вы знаете, что оборудование приспособлено для того, чтобы сохранять продукцию А там искажение идет Там всего лишь 2 градуса В человеке так же, как Слово Божие говорит, он может исказить Слово Божие Всего-то незначительно Что-то или прибавить, или отнять И человек может себя успокоить, сказать, но ничего страшного нету в этом Сказать такие слова А температура, как бы, сердце уже Образно говорю, что Уже ушла в зону Которую Бог говорит Ты не холоден, не горяч Почему холоден? Холоден это температура, при которой продукция сохраняется А горяч Горяч Мне звонят, Дима Камера у нас не работает Плюс 10 Видно, что не работает А когда вот такая температура Плюс 4 градуса Продавщица смотрит Ну, плюс 4 Ну, охлаждается же А то, что должно там лежать и храниться, оно портится И Слово Божие говорит так же, из человеческого сердца устроено так же, что Человек может слышать Слово Божие Сидеть на служении, когда Бог будет и не только через Слово Божие, но и под действием Духом Святого Обращаться к Нему И состояние человека должно быть Он говорит Открывая истину, представляем себя, совести каждого человека Другими словами, человек должен быть открытый Без всяких искажений принимать Слово Божие И когда вот такой процесс идет, когда человек сам себе скажет Исказит Слово Божие Все, идет разрушение И он может не видеть этого Продавщицы порой не замечают, не видя А когда продукция должна пролежать 24 часа, а оно через 12 часов, оно уже запах имеет Представьте, вы приходите взять мясо, а оно запах имеет И так же, как сегодня брат Сергей говорил Что-то случится в жизни человека Какое-то испытание придет И все И показалось наружу это Не из-за того, что А вот из-за того, что человек за своим сердцем не следит И, вы знаете Про то же самое хочу сказать, что открытый Я столкнулся еще с одной проблемой Из Италии пришло оборудование И каково было мое удивление Там все контроллеры с кодом стоят Я хотел запрограммировать его Там температуру поставить Еще какие-то параметры изменить И я не могу Мне пишет Под паролем Я в документы Пароля нету И мне пришлось этот пароль самому узнавать Там 300 Вот представьте От 0 до 300 Любой пароль И вот я сидел час-два Жал на эти клавиши Пока месяц не узнал А какой же там все-таки Какой-то мастер в Италии Поставил свой пароль И доступ к этому контроллеру появился Вот я себя вспоминаю Когда я пришел к Богу Вот я тоже, как этот мастер из Италии Когда особенно надо было беседовать со служителем Или исповедаться Или просто побеседовать Вот служитель сидит на меня и смотрит Говорит Ну что там у тебя? Я молчу Он говорит Ну сколько молчать будем? И вот знаете Вот каждую проблему с меня надо было вытягивать прям Я одну проблему расскажу Он Ну что там у тебя? Я обратно молчу Вот знаете Как найти пароль за паролем Неоткрытое сердце Что пришел Ну Рассказал Вы знаете Бог же не хочет Чтобы меня Уязвить Что-то показать Что-то особенное Он знает мое сердце Написано Что Дух человеческий Дух человеческий Знает что в человеке Даже и Дух Божий знает что Что у нас сердце находится И Как бы Задача Бога исцеления принести Где Сказано Дед Дух Господень Он Нет Он дал нам способность быть служителями Нового Завета Не буквы Но Духа Потому что буквы убивает А Дух животворит Чтобы жизнь пришла во мне А представьте У меня проблема А у меня пароль Вторая проблема Пароль И служитель порой Мне приходилось По пять По шесть По семь часов Беседовать Со служителем Чтобы А есть люди Которые Я недавно слушал Десятилетие Так проблему свою За пароль Что Надо было На исповедании Все рассказать А вылазить только Через десять лет Ну а что ты И служитель говорит Вот Один служитель С душой Вот например На протяжении десяти лет Ну я же тебя исповедовал Десять лет назад И душа вот так И вы знаете Мне хотелось бы сегодня Сегодня молиться о том что Бог хочет совершать в наших сердцах Труд свой Но вот эти преграды Пароли Знаете Неправильно себе Что-то функцию какую-нибудь поставим Вместо того чтобы охлаждать Поставим там Чтобы горячий пар Шел Чтобы наоборот Обогревал Где надо обогреть Наоборот Сердце замороженное Заторможенное Как сегодня Брат говорит Надо откликнуться на помощь Поучаствовать Где-то Кто-то болеет А мы наоборот Своё сердце Холода пустим И мне хотелось бы сегодня Молиться о том Чтобы Мы открыты были для Бога Открыты для Бога Для Его Слова Божия Потому что Слово Божие Оно животворит При действии Духа Святого Оно хочет наши сердца Изменять Представьте А если мы Исказим его Да и Ещё и Запоролим там Закроем Своё сердце Бог стучится в наше сердце Кто услышит Слово моё Скажет Войду и буду вечерять Чтобы наши сердца изменялись Под действием Божьей благодати Под действием Божьего Слова Под действием Божьего Духа Мы должны Открыты Скажем Как открытым Взирая на славу Господню Как Мы открытым лицем Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся В тот же образ От славы В славу Как от Господня Духа И мне сегодня Хотелось бы молиться Чтобы мы были открыты Для Бога А когда открыт человек Для Бога То ему Знаете Не составляет труда Открытым быть Для людей Аминь Будем молиться Более Более Более